Добрый день! Это прямой эфир, долго и многоожидаемый прямой эфир, посвященный началу нового учебного года в Казанском федеральном университете и заселению в общежитие университета. Напоминаю, что одновременно на нескольких онлайн-площадках, на портале Казанского федерального университета, на канале Универтв идет прямая трансляция, а также в аккаунтах университетского телевидения ВКонтакте, Твич и Ютуб. Специально создан чат для представителей средств массовой информации в мессенджеры WhatsApp, через который они тоже могут задавать в онлайн-режиме свои вопросы. Студенты, родители, журналисты могут сейчас задавать вопросы в чатах социальных сетей видеохостинга, которые я назвал и обозначил. И на них ответят проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Альбертович Таюрский. Добрый день, Дмитрий Альбертович. И директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания, очень красивое название, Юлия Владимировна Виноградова. Добрый день. Добрый день. Вопросов поступило очень много, как мы только объявили об этой прямой связи, загодя. Я прямо с них сейчас начну, без излишних прелюдий. И уже вижу, что включились социальные сети. Будем тоже давать возможность слушателям разных сетей свои вопросы обозначить для наших сегодняшних спикеров. Дмитрий Альбертович, если позволите, начну с тех вопросов, которые пришли раньше, адресованные вам. Ну, первый классический, который задают все, решен ли вопрос, в каком формате будут учиться студенты. Потому что 10 раз говорили, что решен, и все равно ждут последние отмашки. Ваша последняя отмашка, решен ли вопрос? Добрый день всем студентам, абитуриентам, родителям, всем заинтересованным. Учебный год в Казанской федеральном университете мы начинаем 1 сентября в так называемом оффлайн режиме. То есть студенты приходят в университет. Ну, это такие общие слова. Можно добавить несколько деталей. Мы отлично понимаем, что не все студенты смогут приехать на учебу к 1 сентября и въехать в страну. Это касается граждан государств, с которыми пока что нет авиасообщения, железнодорожного сообщения. Да, вот иностранцы уже начали вопрос свои засылать. Мы организуем весь образовательный процесс в так называемом гибридном формате. Что это означает? Это означает, что студенты, которые находятся в Казани, они очно или оффлайн, как теперь принято говорить, присутствуют на занятиях в аудитории. Но из аудитории идет трансляция через Microsoft Teams, той платформы, которой мы пользуемся во всем университете, этого занятия. Так что студенты, которые находятся вне Казани, вне Российской Федерации, могут присутствовать на этом занятии в дистанционном формате. То есть они могут видеть, как проходят занятия, участвовать, задавать свои вопросы и так далее. Конечно, это накладывает достаточно жесткие ограничения и требования на оснащение наших аудиторий. Сейчас мы над этим работаем и пытаемся сделать так, чтобы во всех аудиториях такая возможность была. Я должен сказать, что во время тех карантинных мер, которые были приняты в апреле-майе, ежедневно на платформе Microsoft Teams мы проводили более 3000 занятий ежедневно. Поэтому этот формат у нас отработан. Преимущество заключается в том, что все занятия хранятся на сервере, в записи. И студенты, например, из Китая, где разница во времени составляет 5-6 часов, они не могут присутствовать по временным. Они могут всегда пересмотреть это занятие в записи. Что касается казанских студентов, то они приходят на занятия в аудитории согласно расписанию. Теперь вот как приходят. Я тоже из числа предварительно заданных вопросов. Артур Акатов спрашивает. Наслышно о рекомендациях от Роспотребнадзора в масочно-перчаточном режиме в образовательных организациях. Скажите, пожалуйста, каким образом будут реализованы данные рекомендации? Как будет организован проход в университет? Будут ли на входе измерять температуру? Будут ли работать буфеты и столовые в этот период? И как, кстати, разведут в расписании, разведут ли время больших перемен? 13-20-14-00. Вот тут вспоминает, в частности, это магистрант второго курса физики. Вот чувствуется, системные очень вопросы. Да, спасибо. Да, действительно, в конце июля Роспотребнадзор выпустил соответствующие методические рекомендации по организации учебного процесса в высших учебных заведениях. На днях мы ожидаем соответствующего распоряжения приказа Министерства науки высшего образования. Оно будет основано, конечно, на этих методических рекомендациях. Но в зависимости от тех условий, которые есть в регионах, с той эпидемиологической ситуацией, которая сложилась. В Татарстане у нас на данный момент мы находимся на третьем этапе снятия ограничений. Поэтому перчаточного режима у нас нет никакого. Но все здания у нас оборудованы достаточным количеством санитайзеров. Так что студенты, преподаватели могут в любое время соответствующую процедуру дезинфекции рук провести. Это и в коридорах, в туалетах установлены, везде санитайзеры есть. Масочный режим будет обязателен. Для студентов и преподавателей. Преподаватели. Значит, студенты все получат в первый день многоразовые маски от университета. Преподаватели будут на занятиях, если, скажем, близкий контакт, например, в лабораториях, на семинарских занятиях, там, где есть непосредственный контакт, близкий со студентом, тоже работать в масках. Но если лекционная лекция читается в большой аудитории, то преподаватель, находясь на достаточном удалении, тоже он может маску снять, если там позволяет соответствующая ситуация. Но, тем не менее, масочный режим у нас сохраняется в университете. Что касается измерения температуры, да, при входе будет организовано измерение температуры, но здесь я должен обратиться ко всем студентам и, скажем так, призвать их к взвешенности, принятия решений, к их сознательности. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что сейчас, предположим, первая декада сентября, на улице тепло, да, действительно, можно зайти, измерить температуру, и эта температура будет показывать, поскольку это бесконтактный способ, будет показывать, ну, может быть, отражать реальное состояние дел. Когда студенты будут заходить на улицу с морозного воздуха, соответственно, то непосредственно вот эти бесконтактные термометры могут показать, ну, заниженное значение. Поэтому мы обращаемся ко всем студентам, и преподавателям, естественно, тоже, с просьбой проявить сознательность. Если вы чувствуете некоторое недомогание, чувствуете, что у вас есть, может быть, небольшая температура, пожалуйста, останьтесь дома, останьтесь в общежитиях, именно для этого вводится вот этот гибридный режим образовательного процесса, что даже оставшись дома, вы всегда сможете подключиться к занятию и посмотреть это занятие, если вы чувствуете у себя недомогание. Что касается перерывов на перемены, вы знаете, этот вопрос всегда вызывает ожесточенные дискуссии. Есть пословица «на вкус и цвет» кого-то там нет, да? Они это еще ввязывают с тем, что в столовых может быть столпотворение в этот момент. Вы знаете, мы из года в год сталкиваемся со студентами, с их апелляциями, жалобами на то, что кому-то хватает перемены, кому-то слишком длинная она, кому-то она слишком короткая. Мы предлагаем сделать график расписания так, чтобы у студента было окно в занятиях полтора часа, чтобы спокойно можно было сходить, пообедать, отдохнуть. То есть студенты, кто-то считает, что это очень хорошо, но нам пишут, что мы не согласны, мы не для того поступали в университет, чтобы там целый день проводить. Мы готовы отсидеть там три пары подряд и уйти из университета, больше об этом не думать. Поэтому здесь мы исходим из того, что согласно требованиям Росподребнадзора, те перемены, которые есть у нас предусмотрены, мы пытаемся всегда составить достаточно гибкий график по расписанию студентов. Если студенческая группа говорит, что им надо иметь длительный перерыв в расписании, соответствующий директорат или деканат факультета или директорат института всегда идет навстречу, это расписание меняет. То есть я хочу сказать, что это работа студенческой группы, как они себе представляют учебный процесс. Но это должно быть коллегиальное решение, потому что иначе мы не сможем ничего, мы не сможем удовлетворить все требования. Сделать и короткую перемену, и длинную перемену одновременно. Росоюзный комитет проводил опрос в свое время по необходимости большой перемены. И как раз было вообще 50 на 50 процентов, поэтому удовлетворить, вот я согласна с Дмитрием Альдверовичем, одну или ту сторону, это невозможно. Поэтому здесь вот можно решить только вопрос индивидуально в институте. С этим согласен. Интересно, да, проблема перемена, когда-то такая серьезная. Вопрос именно 50 на 50, то есть не было крена в какую-либо сторону. Спасибо. Очень много, конечно, вопросов по общежитию, по заселению идет. И все-таки, если позвольте, Дмитрий Альбертович, вот прям по следам того, что вы говорите, идут уже дополнительные уточнения, просьба уточнить стильные позиции. Здравствуйте. Те, кто заселяются с 1 по 4 сентября, тоже должны будут учиться онлайн? Мы про заселение сейчас будем говорить, но такие есть у нас. Давайте так. У нас с 1 по 4 сентября в основном идет заселение студентов первого курса. Ну, чтобы у них пропуски не пошли. Пропусков не будет никаких, поскольку мы отводим с 1 по 4 сентября, в эти дни, когда идет заселение, для студентов, которые уже заселились, которые находятся в Казани, для них идет серия адаптационных мероприятий, связанных с тем, что их нужно научить работе в коронапродукте Microsoft Teams. Нужно показать, как все это делается. Это вот общие лекции показать, собрать всех в одной аудитории невозможно. Это индивидуальное занятие. Мы с соблюдением всех норм, чтобы было немного студентов скапливалось, институты такие консультационные, адаптационные мероприятия будут проводить. Никаких пропусков занятий, естественно, здесь не будет. Основной блок занятий для первого курса начнется с 7 сентября. С понедельника, следующего за первым. Это не означает, что первые и четвертые дни учебные дни, это индивидуально, по группам студентов, будут проводиться вот эти консультационные, можете назвать, введения в образовательный процесс, введения в специальность и так далее. Мария Архипова, мы еще с группой ВКонтакте работаем, Мария Архипова хочет уточнить, будут ли потоковые лекции, сколько максимально человек может находиться в одной аудитории во время пары. Представьте, поток, если 100 человек и более. Ну, во-первых, давайте... И аудитория на 100 человек, как раз. Ну, у нас такого не бывает, чтобы аудитория была на 100 человек и 100 человек потоки. Например, что? Значит, ну, обычно у нас аудитория, емкость аудитории, она всегда больше превышает, чем число присутствующих студентов. Это раз. Второе. Мы отлично понимаем, что в потоке у нас есть студенты, которые мы обучаем. Ну, давайте так, для цифры, чтобы вы понимали. Значит, у нас учатся в Казанском кампусе порядка 30 тысяч... Я сейчас не буду говорить, сколько сейчас приемной кампании идет. Порядка 30 тысяч студентов. Из них 10 тысяч студентов – это иностранные студенты, студенты иностранных государств. Из которых, я думаю, что, ну, большая часть не сможет пока приехать на занятия очно. Поэтому с переполняемостью аудитории я не вижу никаких проблем. Ну, то пока скепсис вот прямо идет. У нас 150 человек, у нас пасточек сидят близко друг к другу, переживают пока. Вот есть такая группа вопросов, чтобы вы просто были в курсе. В аудиториях мы будем следить за тем, чтобы рассадка была достаточно удовлетворяющая тому, что студенты должны соблюдать социальные дистанции. Это первое. Второе. Если у студента есть опасение, что вот он находится в такой ситуации, то опять же он сможет присутствовать на лекции в дистанционном формате. Спасибо. Заселение. Разные совершенно площадки. Ну, вот один общий вопрос, который объединяет и ВКонтакте, и Ютьюб уже. Когда будут списки заселившихся? Начнем с таких общих вопросов. Вопросы заселения затрагивают большое количество студентов, потому что более 14 тысяч всегда ежегодно заселяются в общежитие университета. И это люди, которые сейчас находятся в разных регионах нашей страны и за ее пределами. И поэтому эти вопросы, конечно, беспокоят многих. Хотелось бы именно, я думаю, дать ту информацию, которая даст ответы на вопросы многих студентов. Что все списки, что определяется, кто где проживает, в каком общежитии, то есть кто в деревне универсиада, кто в общежитиях студенческого городка, в каком именно общежитии номер, то есть или на Пушкино проживают, или там в других общежитиях, это все определяется с жилищно-бытовой комиссией института, которая курируется заместителем директора по социальной и воспитательной работе. Не считая первый курс. Не считая первый курс. Все студенты первого курса, они все будут проживать в деревне универсиады. Они могут уже не беспокоиться. Они могут не беспокоиться, им всем будет предоставлено место. И вот сейчас отвечая на вопрос, почему до сих пор нет списков, так как каждый институт хочет до конца, то есть максимально заселить всех студентов и заселить так, чтобы это было согласно принципам справедливости. Поэтому списков нет пока до сих пор в некоторых институтах, в связи с тем, что еще не определено точное количество студентов первого курса, сколько их будет, сколько будет количества иногородних. Но в ближайшее время в любом случае эти списки, кто где будет проживать, они появятся, потому что уже с 24 августа начнется процесс заселения в общежитие университета. В этом году он такой очень, получается, отличается, если особенно для студентов старшего курса, он отличается по сравнению с прошлым годом. Так как у нас отдельно идет заселение в деревне универсиада и отдельно идет заселение в общежитие студенческого городка. В общежитие студенческого городка студенты будут заселяться старших курсов с 24 августа по 4 сентября. А в деревне универсиада те, кто будут проживать, должны будут приехать 24, 25 и 26. И уже с 27 числа мы начинаем работать со студентами первого курса. Наверное, тоже есть у многих и вопрос, потому что мы вывешивали информацию о заселении и на площадках профсоюзной организации, студентов департамента по молодежной политике, сайте. Появлялось много вопросов, почему именно так разделение. Это связано с выходом приказов. Для того, чтобы не объединять всех в одни дни, поэтому по мере выхода приказа мы начинаем, соответственно, в этом году заселение. Для того, чтобы соблюдать все те меры предосторожности в рамках эпидемиологической ситуации, которые у нас есть. Я тут вопросов, такой поток. Буду пытаться передать некоторых вопросов. Такие детали. Кто-то уверен, он знает, он уже проплатил, он заключил соответствующий контракт. У него есть проходные соответствующие баллы. Что он будет 31 в приказе? Можно ли ему подъехать раньше на заселение? И второй вопрос, наоборот. Он увидел только 31-го, и с билетами что-то не складывается. Можно ли подъехать позже? 5-6-го и так далее. Хотелось бы обратить внимание, что я сказала, что у нас более 14 тысяч заселяются в общежитие университета. Поэтому выстроена очень та система, в которой задействовано большое количество студентов и большое количество подразделений в заселении студентов в общежитие. Поэтому убедительная просьба к нашим студентам, чтобы все старались придерживаться максимально того графика заселения, который есть. Как общего графика по университету, так и внутри институтов. Потому что в некоторых институтах заселение разделено по дням, потому что такие большие институты, как Институт международных отношений, Институт управления экономикой и финансовой, они не могут заселиться в один день, и они разбиты. У кого-то это по отделениям, у кого-то это по другому принципу, по группам. Поэтому здесь обязательно, это необходимо, получить информацию в институте. Получить ее можно либо на тех источниках информационных, на сайте, в социальных сетях, либо у замдиректора по социально-воспитательной работе. И убедительная просьба приезжать в день заселения согласно графику. Иначе нам будет очень сложно соблюдать те меры предосторожности в рамках эпидемиологической ситуации. Потому что мы рассчитываем и количество студентов, которые на тех специалистов, которые проходят, и соблюдение вот этой социальной дистанции, которая нужна. И также убедительная просьба, это обязательно при себе иметь при заселении маски. И, как уже рекомендация, это перчатки. И также убедительная просьба, она тоже у нас озвучена, это минимизировать количество сопровождающих лиц. То есть родственников, которые приезжают для того, чтобы сопроводить наших иногородних студентов. Очень много вопросов. Ну, они вот из Казахстана. Ну, я думаю, вообще иностранных студентов в целом волнует. Попробуй один такой типовой. Вот места в общежитии для студентов, которые не смогут приехать к началу учебного года, в данном случае иностранные, потому что граница закрыта. Сохранятся за этими студентами? 100% будет гарантия их заселения? Конечно. Если для студентов первого курса место для этого студента остается. Для студентов старших курсов со второго, если у него тоже он в сетке заселения есть, соответственно, тоже место сохраняется. У меня рекомендация к этим студентам, чтобы находиться в тесном взаимодействии с куратором академической группы и замдиректором специально-воспитательной работы со старостой для того, чтобы контактировать по приезду, по датам приезда, и тогда, соответственно, чтобы информировать. И когда студент приедет, место будет предоставлено. Спасибо. Буду стараться такие неожиданные, может быть, вопросы специфики. На типовые, я думаю, еще много-много будет возможностей отвечать. И придется, да, к сожалению, вопросы будут повторяться. Но вот есть такие специфики, вот, Дмитрий Альберч, а как быть, спрашивает, вот, очень настойчивый один из пользователей ВКонтакте, с дополнительной сессией комиссии? Если ты иностранец, то не можешь въехать в Российскую Федерацию. Вот он должник там где-то. Здесь никаких проблем нет. У нас вся сессия проводилась, летняя сессия проводилась в режиме онлайн. Если гражданин иностранного государства задолжал, не сдал соответствующий предмет или несколько предметов, ему предоставлена возможность в режиме онлайн, в дистанционном режиме сдать этот экзамен, так же, как это было организовано в основной сессии. Здесь никаких проблем не вижу. Я думаю, вы услышали. Должников, к сожалению, не сказать, что много, но есть они. И для них эта информация будет существенная. Здравствуйте, подскажите, будут ли открыты студенческие поликлиники в 20-х числах августа? Спасибо. Ну, это, видим, к вопросу тоже расселения. Да, студенческая поликлиника, она работает и она функционирует. И уже весь летний период тоже те иногородние студенты, которые остались в общежитиях, они обращались. И на сегодняшний день уже более трех недель идет медицинский осмотр тех студентов, которые сейчас заселяются в общежитиях, те, кто не смог уехать к себе на родину. И они проходят вновь процедуру заселения, поэтому студенческая поликлиника функционирует. И также вместе со студенческой поликлиникой МСЧ мы планируем проведение медицинского осмотра для заселения в общежитие. С 27 августа планируется проведение на базе студенческой поликлиники медицинского осмотра для студентов первого курса. Кстати, иностранцы, которые все-таки сумеют или смогут уже вполне легально добраться до Казани, волнует вопрос, а 14-дневный карантин отменили? То есть они приезжают, заселяются? Иностранные обучающие заселяются в те же дома, в которых проживает их институт. Но на 14 дней будет определена комната временного проживания. Но если по вопросам, то есть не будет жестких ограничений именно карантинного режима, и дополнительную информацию по 14-дневному пребыванию можно получить у сотрудников департамента внешних связей. Я еще добавлю, здесь у нас есть специально выделенное общежитие. Одно из общежитий, где у нас уже проходили все карантинные дни для студентов, которые выезжали в течение лет и возвращались на Оренбургском тракте, у нас есть общежитие специальное для таких мероприятий. Ну и кроме того, как правильно сказали, будут выделены специальные блоки. Каждый институт, каждый факультет выделяет отдельные комнаты для временного размещения на 14 дней. И также те студенты, которые приедут с признаками заболевания, с температурой, они допущены не будут для заселения и будут временно размещены вот как раз в том обсерваторе, которое в том помещении. Я хочу обратить внимание, все, кто такого рода вопросы задает, то есть, я думаю, достаточно полный ответ. Тут в разных вариациях карантин термин звучит. Дмитрий Альберч, это вам, по всей видимости, вопрос. Вот преподаватели, я так понимаю, тут как-то зашифрован ник, на кого возлагается ответственность за организацию трансляции занятий? Стоит об этом беспокоиться самим преподавателем или лаборантом, или все будет организовано силами ИЦТИС? Ну, для тех, кто не знает, поясню, это специализированная служба. Это ИТИС имеется в виду, не ИТИС, а ДИС, так называемая специальная служба, которая занимается сопровождением IT-услуг и так далее. Всю ответственность за организацию занятий вот в этом гибридном режиме лежит на директорах институтов соответствующих. Директора института сами решают внутри своего института, либо передают ответственность заведующему кафедрой и так далее. Это все решается в каждом институте индивидуально. Поэтому, пожалуйста, мы со всеми директорами работаем в плотном режиме. Какие проблемы возникают у директоров, мы их решаем. Но в каждом институте ситуация своя, есть свои особенности и так далее. Мы для всех институтов сделали общую памятку по организации занятий. Все директора и все заведующие кафедры эту памятку имеют. Поэтому здесь все решается на уровне института. Пожалуйста, я, уважаемому преподавателю, советую обратиться в дирекцию института или в деканат факультета с тем, чтобы решить все эти проблемы. Но как у нас вся ответственность за организацию образовательного процесса, скажем, по данному направлению, по данному специальности, она всегда у нас лежит на директоре института? Как будут организованы пары по физической культуре? Тоже в разных вариациях, их много, этих вопросов про физкультуру. Про физкультуру у нас ничего особенного нет. Занятия по физкультуре проходят так же, как и занятия по всем остальным предметам, по расписанию. Естественно, что там, где подразумеваются такие контактные виды, преподаватели будут проводить соответствующие, либо по малым подгруппам, либо это уже решается на каждом конкретном занятии. И никаких здесь таких особых ограничений нет. Я хотел, знаете, что сказать сейчас, таких вопросов будет очень много. Давайте мы все-таки будем, опять же, я хотел бы апеллировать к сознательности и студентов. Не надо выходить в такой режим, что нам сделайте то-то, нам сделайте то-то, нам сделайте то-то. Все занятия проходят в штатном режиме. Если есть такая возможность, мы всегда, конечно, будем и физкультуру проводить в бассейнах, в спортивных залах, разводить студентов по тем, скажем, в спортзале в разные места. И при этом я должен отметить, что студенты, которые задают эти вопросы, я хотел бы сразу в преддверии. Вы знаете, у нас к четвертому курсу набегает очень большое количество студентов, которые не посещали по каким-то причинам занятия физкультуры. И вот когда они выходят на финишную прямую, на четвертом курсе, оказывается, что у них есть долги по занятиям физкультуры. Вопрос такой, что давайте мы будем ответственны, пожалуйста, посещайте занятия, все меры, такие безопасности будут, конечно, там предусмотрены. А вы спрашиваете, физкультуру тоже в маске будем проходить? Нет, физкультуру... Вы приходите в маске. Ироничный вопрос. Ну, ироничный вопрос. Я знаю, что у нас... Я еще бы посоветовал, это было озвучено несколько дней назад на утреннем совещании руководящего состава университета, что все студенты будут прививаться от гриппа. Хотя это дело добровольное, конечно, мы понимаем, но тем не менее всем будет предоставлена эта возможность. И я бы хотел призвать всех студентов в целях вашей же безопасности привиться от гриппа в первые же дни, когда только эта вакцинация в начале сентября начнется у нас в университетской поликлинике и в студенческой поликлинике начнется пройти эту вакцинацию. Тогда будет вопросов гораздо меньше. Спасибо. Потому что любая... Нужно нести ответственность за свои поступки. Я еще раз говорю, если вы чувствуете недомогание, не надо это скрывать, лучше отсидеться дома, вызвать врача, определиться с этим, а не идти на занятия. Многие студенты говорят, ну вот же у меня будет написан пропуск занятий. Никаких пропусков не будет. Именно для этого мы организуем такие занятия в гибридной форуме, чтобы студенты имели спокойно возможность принять решение. Спасибо. Много вопросов. Очередной вопрос пришел. Сразу его адресую. Илья Владимировна, вам добрый день. Возможно, пропустили ответ. Какие справки от врачей нужны при заселении? Есть подвопросы разного рода. Ну, например, я вот видел здесь потоки. Как быть, если справки какого-то определенного типа действуют, допустим, два дня, а ехать до Казани три дня? В общем, когда не стыкуются даты справки и момента заселения? Мы на сайте вывесили всю информацию по процедуре заселения. Также она вывесена в структурных подразделениях на площадках профсоюзной организации. Я поэтому прошу их, соответственно, прочитать, потому что можно так в диалоге что-то упустить. Там указано и наименование справки, наименование специалиста и количество дней, которые необходимы. Если что-то получается так, что пока студент добирается, то, соответственно, срок истекает, то тогда здесь мы со студентом будем индивидуально в студенческой поликлинике это решать. Просто вопрос будет, естественно, решен. Это займет дополнительное время студенту на сдачу тех или иных анализов, либо на посещение специалиста, но процесс будет, соответственно, завершен. То есть тогда он пройдет это здесь, в Казани. Спасибо. Есть большая группа вопросов по всем сетям. Она проходит красной линией. Видимо, специфика этого года, такая экономическая специфика года, социальная. Возможно ли рассрочка на оплату за обучение для студентов второго курса? Ну, наверное, вообще так вот ответить на вопрос было бы не лишним. Возможно ли отсрочка в оплате для студентов разных лет обучения? И если да, то как? Каким образом она реализуется? Значит, вопрос не только этого года касается всех лет обучения. Да, действительно, университет в ряде случаев идет на встречу студентам по заявлениям студентов. Это не рассрочка предоставляется, а предоставляется такой распределенный платеж. То есть это означает следующее, что если у студента нет возможности заплатить за весь год обучения вперед, он может оплатить за полгода, может оплатить помесячно по заявлению. Это решается в каждом конкретном случае. Но при этом надо понимать, что никогда мы не работаем так, что студент не оплатил, у него есть долги. Нет, эти долги надо погашать. Вот ответ на этот вопрос. Пожалуйста, вопросы по оплате решаются совместно с директорами институтов и соответствующими замдиректорами по согласованию. Можно предоставить график платежей помесячный, можно заплатить за весь год. А для студентов, поступающих на первый курс, в магистратуру, в аспирантуру, я хочу еще раз напомнить, что на сайте университета есть вся информация по образовательным кредитам от Сбербанка. Я напомню, что университет погашает определенную долю процентной ставки. Там вся информация в цифрах есть на сайте университета. Так что образовательный кредит это очень хорошая достаточно вещь, которую смотрите, почитайте. А, кстати, студентам-стобальникам, те, кто приходят на первый курс, бакалавриата, им в предыдущие годы была такая ректорская единовременная выплата. В этом году это все сохраняется, все выплаты сохраняются. И в зависимости от баллов, от уровня либо 100 тысяч единовременно, либо 80 тысяч рублей, для всех студентов эта выплата сохраняется в этом году. Соответствующая информация также на сайте приемной комиссии есть, поэтому здесь никаких изменений нет. Спасибо. Про 1 сентября, но с другим уклонным вопросом. Будут ли мероприятия для первокурсников? Что-то пафосное будет? Те большие мероприятия, которые всегда проводились, в последние годы они проводились на территории деревни университета, к сожалению, в этом году мы провести не можем, потому что это массовые мероприятия. У нас большое количество студентов первокурса, но в любом случае, то есть нашим департаментом, общественным объединением, студенческим клубом разрабатывается ряд мероприятий, которые будут предложены студентам, исходя уже из тех условий и из тех возможностей, которые мы можем проводить. Спасибо. Ну, будем надеяться, что условия будут все-таки появляться. Конечно. Все больше и больше их будет. Ну, вот это вдогонку буквально про... Ох ты, ух ты, немножко убежал у меня этот. Сейчас поймаем. Вдогонку по оплате еще вопрос пришел. Если выслана квитанция, вчера оплачен контракт, можно считать, что мы есть в списках поступивших? Значит, если квитанция выслана, да, контракт считается оплаченным, но если вы находите в списке рекомендованных зачислений, то, да, вы можете считать себя зачисленным. Но смотрите там по ситуации по баллам. Скажем, если я вот древно скажу, заключил контракт, у меня там очень низкие баллы, то здесь пока гарантии стопроцентной нет. Но обычно мы заключаем контракт, институты заключают контракт уже только с теми студентами, которые рекомендованы к зачислению. Поэтому, если вы заключили контракт, а не просто скачали форму контракта, если заключили контракт в приемной комиссии, в режиме онлайн или в каком-то другом оффлайн режиме, и проплатили, то, да, вы можете считать себя зачисленным. Но приказ все равно выйдет соответствующий 31 августа. Спасибо. Теперь про специфические вопросы, которые почти не повторяются, они очень узконаправленные. Вот болею с сахарным диабетом, поэтому хотел бы узнать, может ли общежитие предоставить холодильник для хранения лекарств? Ну, или какое-то специальное помещение для хранения лекарств? Это в зависимости от того, где будет проживать студент, в каком общежитии, потому что в деревне универсиады, если студент первого курса, то, да, в деревне универсиады есть холодильники, и, соответственно, он может хранить свои лекарства. Спасибо. Кстати, можно ли платить за общежитие в своей стране? Какие документы нужны для этого? Вы понимаете суть этого вопроса? Ну, оплатить можно через онлайн. Соответственно, для этого необходимо связаться с педагогом, организатором, со специалистом Департамента по молодежной политике, взять квитанцию и через квитанцию оплатить. То есть, если это будут оплачивать родители, то да, родители смогут онлайн оплатить. Либо сам может студент оплатить. А теперь вот два вопроса объединю в одну. Тут из ранее поступивших один очень интересная ситуация такая. И вот сейчас поступивший. Добрый день. Могут ли бюджетники заселиться с контрактниками в одной комнате, если они с одного института? А вот чуть раньше Лера Сапожникова такую ситуацию спрогнозировала. Возникла проблема из-за того, что даты заселения у бюджетников-контрактников разные. Можно ли в комнате оставить место для девочки, которая идет на контракт? Очень хочу жить именно с ней. Но из-за разных дат заселения 27 августа и 1 сентября я боюсь, что нам не получится жить вместе. Это можно уладить. Да, в этом году есть такая особенность, что у нас студенты бюджетной формы обучения, контрактной формы обучения заселяются в разные дни. Это первый раз такая практика у нас. И она, я уже объясняла, связана с разным выходом приказов. И с тем, чтобы разделить количество человек и заселять постепенно, чтобы соблюдать те меры предосторожности, которые мы должны. Соответственно, отвечая на этот вопрос, теоретически это возможно. Это необходимо сейчас уточнить данным студентам первого курса у кураторов, если кураторы определены. Если нет, то связаться с замдиректором по социально-воспитательной работе. Если вдруг по каким-то либо причинам не получается связаться с теми, кого я назвала, то тогда этот вопрос мы будем решать при процедуре заселения в те дни, которые пройдут согласно графику уже в Униксе. Также хотел обратить внимание, что все иногородние студенты первого курса проходят процедуру заселения через Уникс. И их место, соответственно, дислокации приезда — это Уникс. А вот есть вопрос, он звучит тоже часто, а потом отголоски идут часто. Вы хорошо сталкиваетесь, хорошо, в кавычках, конечно, с этой проблемой, с этими жалобами, обидами по заселению. В данном случае вот такое. Мы из Чулнов учимся в Казани на третьем курсе. Все закрыто по учебе, долгов нет, проблем нет, но почему-то нет общежития. Вот все равно появится определенная группа людей, которые будут считать, что незаслуженно, они не получили заселение. Эти вопросы возникают каждый год, поэтому каждый год мы работаем вместе с институтами, вместе с подразделениями нашего университета, со студенческими объединениями, с студсоветами над тем, чтобы эту процедуру делалась более прозрачной. Мы в течение всего учебного года уделяли этому отдельное внимание, поэтому, соответственно, формируются определенные критерии, и в каждом институте они разные, где уделяется внимание, конечно, образовательному процессу и социальному положению, и активному участию студента, и есть ли у него были ли какие нарушения во время обучения. И на основании, соответственно, вот этих данных формируется список студентов, и в соответствии с той или иной последовательностью при наличии мест происходит заселение студентов. Поэтому, если есть вопросы у студентов, у родителей, то необходимо будет задать их как раз в жилищную бытовую комиссию либо заместитель директора по социально-воспитательной работе, где будет разъяснение, почему студентам не предоставлено место в общежитии. И также обращаю внимание, что те студенты, которые после процедуры заселения обращаются с тем, что необходимое место, и если как только происходит у нас процесс, что кто-то не доехал, кто-то не приехал, кто-то отказался от общежития, то, соответственно, процесс заселения продолжается уже после тех дат, которые были озвучены и которые оглашены на сайте. Спасибо. Есть вопросы, связанные с расписанием. Когда оно появится, когда можно будет с ним ознакомиться, и можно ли будет с ним ознакомиться в онлайн. Ну, естественно, особенно для тех, кто не сможет вовремя прибыть в Казань. Значит, расписание занятий в этом году формируется в тех условиях, которые есть у нас. Последний приказ и численность мы сможем узнать с 30-го, 29-го августа только. Ну, приказ выходит 31-й, естественно, что мы 29-го уже примерно знаем по приказу. Далее есть вопросы, связанные с оснащенностью аудитории, о которой я сказал. Мы должны проработать этот вопрос. Поэтому, конечно, 1-го сентября появится во всех институтах расписание. Значит, я попрошу директоров всех институтов дать фотокопию этого расписания, которое будет составлено пока что, ну, видимо, в табличной форме, не в режиме онлайн, но, тем не менее, в виде файла выставить в социальной сети соответствующих институтов. В каждом институте есть социальные сети, там, ВКонтакте или еще где-то. Онлайн расписание у нас по традиции, после того, как идет утряска всего расписания, опять же, вопрос возникает, вот первый возникает вопрос студентам был... Перерыв нужен? Не нужен перерыв. Первые две недели проходит вот эта вот утряска всего расписания. Поэтому обычно онлайн расписание, которое у нас появляется где-то с 10 по 15 сентября, после того, как проект первой недели, будет все понятно, но это не означает, что не существует расписания с 1 сентября. Такое расписание есть, оно в формате, там, скажем, бумажный формат, либо в каком-то формате, там, табличном формате есть, но не в сети онлайн размещено. И все директора, все институты будут выставить, выставить, точнее, эти копии расписания для студентов. Надо понимать, что вот то расписание, которое у студента появляется в личном кабинете, а я напомню, что у нас при поступлении каждый студент получает личный кабинет на сайте университета, где хранятся все его документы, там он видит расписание занятий, видит все программы курсов и так далее. Вот здесь расписание занятий онлайн появится, ну, где-то к середине сентября. Спасибо. Есть группа тоже вопросов в разных вариациях звучащая. Суть такая, даже последний вопрос, территория вдохновения спрашивает. Есть ли будут случаи с заражением вирусом, ничего себе вдохновения, да? Какие будут изменения? И такого же типа вопроса и через WhatsApp приходят. В случае новой волны пандемии будет ли переход на дистанционное обучение? То есть вообще, что может стать поводом для возврата к тому, чтобы было вот в апреле-майе? Или таких поводов уже не будет? Ну, здесь слухи муссируются достаточно давно. Ну, и в социальных сетях, и везде такие возможности. И руководители страны, руководитель Собянин вчера мэра очень так долго выступал эмоционально по этому поводу. Давайте так будем. Сходите из той ситуации, которая есть. Мы готовы к любому развитию событий. Вот тот формат занятий, который мы предлагаем, он готов к развитию событий в любом направлении. То, что будет, не будет, решать не нам, а это будет решать Роспотребнадзор и соответствующие государственные органы. Поэтому здесь давайте мы пока что будем работать в том режиме, в котором мы находимся сейчас. И с теми рекомендациями, которые есть, которые дают специалисты, которые отслеживают всю эту ситуацию в стране. Что касается, если будет там выявлен, значит, здесь будут решаться в каждом случае совершенно индивидуально. Скажем, если будет выявлен заразившийся ковидом студент, то, во-первых, вопрос, значит, у него и близкие контакты, естественно, это с теми, кто он проживает в одной комнате, контактные люди, так, значит, ну, может быть, с кем-то дружил и так далее. Но это решается в каждом случае, это индивидуально, даже отработанная схема достаточно, да. Естественно, что весь курс или там вся группа на карантин отправляться, естественно, не будет. Это однозначно могу ответить. И уже даже с тестами... Я про этот вопрос, кстати, был. Если заболеет один человек в группе, что будет происходить? Все иногородние студенты, которые проживали в летний период общежития, они знают, что у нас этот механизм уже отлажен и он отработан. Ну, тут в состоянии такого тотального дистанта это было, а тут вроде контакты активные будут продолжены у основной массы. Вот не приведет ли это к тому, что опять вернется все в тотальный дистант? Вот, видимо, такой подтекст у вопросов. Мы не рассматриваем вариант возврата в тотальный дистант, если не будет соответствующего распоряжения Министерства науки и высшего образования и Роспотребнадзора. Мы предпочитаем лучше работать в режиме, в том, который мы обозвучили, в оффлайн-режиме. Спасибо. Вот неожиданно для меня, потому что мы, не буду скрывать, тоже вот обсуждаем и с коллегами, и тем более с ректоратом, с руководителями университета. Многие вопросы связаны с организацией учебного процесса. И вот буквально несколько минут назад обсуждали с Дмитрием Альбертовичем разные схемы того, как можно оптимально выстроить. И тут вот вопрос Дина Шенина. Честно говорю, для меня неожиданно, но продолжение того, видимо, как-то все равно гуляет эта мысль. А можно ли какие-то дни проводить занятия дистанционно, не приходя в универ? Это вот такой день дистанта, когда вот группу предметов можно вычленить, определить как дистанционные, а остальные вот уже идут в очной форме. Вы знаете, такие схемы мы тоже рассматривали, пытались посмотреть. У нас, ну, например, у нас есть лицей, школьный лицей Лобачевска. Значит, там есть график составлен, когда дети учатся оффлайн, когда дети учатся онлайн. А в университете это реализовать гораздо сложнее, поскольку образовательный процесс связан со многими институтами. То есть у нас здесь в программе есть курсы, которые ведут многие институты. Значит, это первое. Второе заключается в том, что при такой организации процесса, мы рассматриваем такую возможность, и в некоторых институтах мы такую возможность предоставим в этом году. Но проблема заключается в том, что, например, студенты, проживающие в общежитии, вот он находится в одной комнате с своими сокурсниками, там, или со студентами из этого же института. Вот им нужно в течение дня каждому находиться на разных занятиях. Значит, каждый в комнате сидит со своим компьютером, со своими наушниками. Но здесь есть определенные сложности в таком, в дистанционном формате. Вот. Значит, мы поэтому предлагаем гибридный такой режим работы с тем, чтобы эту проблему снять. Многие студенты жалуются, что у них нет персонального компьютера хорошего, или там планшета с тем, чтобы выйти в сеть интернет. Мы тоже не можем лишать таких студентов, значит, возможности обучиться. Именно поэтому мы предлагаем такой режим, чтобы, как бы, пытаемся все запросы удовлетворить. Спасибо из, опять, разряда неожиданно ожидаемых, потому что все равно это волнует людей. В данном случае даже мужчину волнует, что очень важно, фаниль Абрагимов. Будут ли в общежитиях стиральные машины и выйдут ли постельное белье? То есть быт, как будет организован в общежитии? Постельное белье в общежитиях университета выдают, при том раз в неделю, раз в семь дней его меняют. Это за этим, соответственно, мы тоже, этот процесс, он контролируется. И никогда жалоб от тех студентов, которые проживают в общежитиях, не было. Но тоже у нас подготовлен ряд информационных, соответственно, роликов, информационных таких моментов, где рассказывается о том, где можно постирать белье, где находится стиральная машина и как этот процесс организован. Спасибо. Вопрос, видимо, связан с какими-то внутренними... Ну, вот он просто мелькает по разным сетям. Сейчас вот опять появился похожий. Сколько дней обрабатывается согласие на зачисление в КФУ? Это, видимо, связано с тем, что приемная комиссия... В этом году говорят очень рекордные цифры вообще подных заявлений. И приемная комиссия испытывает определенную нагрузку. И вот поэтому вопросы такого типа появляются. Вот что можно ответить? Согласие на зачисление отрабатывается в течение нескольких часов, ну, до двух часов. Значит, здесь зависит не только от нас, это зависит от состояния сети, провайдеров и так далее. И так далее. Значит, я понимаю все метания студентов, которые не знают, куда все-таки свое согласие подать. Хочется и там, и там. Надо посмотреть на реальную ситуацию. Значит, с каждым абитуриентом, с каждым абитуриентом соответствующую работу проводит приемная комиссия институтов. С каждым студентом, с каждым студентом из списка обзванивается и ведется беседа. И поэтому, если вам приемная комиссия института рекомендует подать согласие и говорит, что вы по конкурсной ситуации проходите, и вы можете подать согласие на зачисление, не откладывайте в долгий ящик, подавайте. Но может случиться так, что и такие случаи были, даже когда были оригиналы, что студент до последнего ждал, что вот его примут в московский вуз, например, или в какой-то другой вуз. Потом оказалось, там не принимает, приезжает сюда, уже поздно, время прошло. Буквально там опоздание час-два. Но мы не можем, поскольку мы работаем в единой информационной системе, значит, это все контролируется соответствующим Рособранадзором и Министерством образования, Министерством науки и высшего образования. Все списки, все согласия, зачисления, все это находится в единой базе данных. Мы ежедневно отчитываемся перед Министерством и перед Рособранадзором. Все это видят. Поэтому здесь никаких таких особых нареканий быть не должно. И не откладывайте, если вам, еще раз говорю, рекомендуют дать согласие на зачисление и вам говорят, что вы будете зачислены, то делайте это. Спасибо. Очень много вопросов в разных интерпретациях, в разных формулировках. Связанные с документами. Это вопросы пропускного режима, поскольку идет наложение, выход приказа и приход в университет. Документов еще нет соответствующих. Студенческий билет, например. Что делать и как это будет организовано. И вот еще такие документы. Что делать, если срок действия стипендиальной карты истекает в сентябре? Но я иностранка не смогу приехать в срок, чтобы получить новую. Вот такие по документарному сопровождению этого процесса сложного. Что касается по документарному сопровождению этого процесса. Значит, процесс вот этого пропускного режима, он сейчас находится в зоне, скажем, пристального внимания. У нас есть несколько вариантов. Я сейчас их не буду озвучивать, поскольку, значит, опять же пойдут, что так и не так. Единственное, я могу сказать, что для студентов, у которых есть документы, там, студенческий билет, зачетная книжка, проблем не возникает. Для первокурсников, ну, желательно, наверное, скажите, обязательно, надо будет иметь при себе паспорт, когда будет приходить в здание университета. Как будет это организовано, мы сейчас решаем. Поскольку этот вопрос, еще раз я обращаюсь к сознательности наших студентов, понимаете, что мы должны организовать и термометрию, и проверку документов. А в корпуса университета, в кампус университета заходят тысячи студентов одновременно, поэтому мы сейчас думаем о том, как развести по расписанию все это, чтобы студенческий поток так не переселил, ну, не был таким насыщенным, чтобы в транспорте, опять же, студенты, скажем, из деревьев университета, не в одно время все ехали. Кстати, почему-то никого не интересует вопрос, а как студенты будут добираться до университета? Вот, кстати, нет, не видел. Про транспорте почему-то все говорят, а почему, как будем сидеть на занятиях? Пока не видел. А на то, что едут в транспорте, это никто не спрашивает. Вот, ну, хорошо, значит, здесь вопрос уже решен для студентов, я думаю. Вот, поэтому моя рекомендация такая, что студенты, у которых нет пока что документов от университета, всегда иметь при себе паспорт. Это буквально первые несколько дней, пока будут оформляться студенческие билеты и соответствующие пропуска. Что касается студенческой карты, пожалуйста, подайте заявление в свой институт. Вот, таких случаев у нас не так много. Мы отработаем все в индивидуальном режиме с нашим финансовым блоком, и студент получит полную консультацию, что и как ему делать. Либо можно проконсультироваться в студенческой бухгалтерии. На сайте есть указы номера, и так как действительно это не такой частый вопрос, я думаю, что это будет все решено в срок. А что касается документов для иногородних студентов, то здесь у старших курсов есть все документы, а первый курс мы заселяем по приказу. А при себе то, что необходимо иметь паспорт, это указано в перечне документов. Поэтому на основании приказов, если вдруг так бывает иногда, что что-то, допустим, студента нет в том списке, который есть, распечатаны, обязательно не волнуйтесь. Мы разберемся и подойдем индивидуально, и совместно с приемной комиссией, с институтом тоже будет по каждому студенту ситуация выяснена. Вот тут сразу среагировали про транспорт, переживают. Но вот поскольку департаменты, ваши службы, и Владимир, ведут соответствующий мониторинг, проверните, успокойте. Говорят, в троллейбусах все время травмы из-за большого количества людей. Ну и студентов, видимо. Вы отслеживаете? Много пострадавших у нас в транспорте. Мы действительно ведем мониторинг здоровья студентов, и именно даже за последние полгода травмы, которые бы возникли в троллейбусах, в автобусах, в общественном транспорте, не возникало. Поэтому могу студентов и их родителей успокоить. Так, ну вот пошли, прям вот спровоцировали, Дмитрий Ильич. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, а что там с проездом до института? Институты, правда, разные, но вот вспомнили, заволновались. Необходимо ли присутствие родителей при заселении, если мне нет 18 лет? Нет, необходимости при процедуре заселения родителей нет. Мы, наоборот, еще раз повторюсь, просим минимизировать количество сопровождающих лет студента. Вот вопрос, мне кажется, что вы на него ответили, но он как-то вот методично идет, идет, идет. Кто-то что-то не услышал, хотя будет запись, я сразу говорю, выложена во всех соответствующих сетях Казанского федерального университета и показана еще раз на канале Универтовая. И все-таки, насчет заселения в общежитие, мы заселяемся с 1 по 4 сентября, будут ли какие-то конкретные списки с фамилиями, в которых указано, кто по каким дням заселяется. Еще спрашивают, кто в какой дом. Тогда отвечу, да, институтом формируются списки, так как я уже говорила, что большие институты за один день невозможно, если все желающие и не делать этого разделения приедут в один день, то это сложно будет и по времени, и, соответственно, для соблюдения мер всей предосторожности в рамках эпидемиологической ситуации. Поэтому институтами студента первого курса, они будут разделены на дни и необходимо будет приехать в те дни, которые будут указаны институтом. Соответственно, списки, узнать в какой день, кто должен приехать и принцип, то есть у кого-то по отделениям, у кого-то по группам будет, это необходимо будет уточнить. Либо на информационных ресурсах института. На сегодняшний день нужно понимать, что приказа самого о зачислении студентов в контрактную форму обучения мы пока не имеем. И поэтому, соответственно, списков студента первого курса, кто должен приехать 1 сентября, а кто 2, 3 и в какое время, тоже, соответственно, нет. Необходимо немного подождать, узнать систему, какая в институте. То есть, если вдруг она не появится в ближайшие дни на сайте и на информационных ресурсах института, то тогда обратиться к замдиректору по социально-воспитательной работе. Еще раз отмечу, что вся информация по контактам тех лиц, которых я указываю, она тоже размещена на сайте. Еще вот все-таки про одну справку тоже методично спрашивают. Справка от ковида отдельная, специальная такая, нужна при заселении? Нет. Если внимательно читали, такая справка не нужна, она нигде не была озвучена и ее нет. То есть, те обычные справки, то есть, это анализ крови на РВ, который в течение, то есть, действует 10 дней. Это нужна флюорография, которая за последний год, и она должна быть, соответственно, непросрочной. И справка от дерматовенеролога. Заключение дает терапевт, именно это сотрудник либо студенческой поликлиники, либо сотрудник МСЧ КФУ. Это уже здесь, при заселении в общежитие. И, ну, это опять про приказы, это вообще очень много на ресурсах КФУ разъясняется. И все-таки, до какого числа нужно подать заявление о согласии на зачисление? Где крайние даты? Во-первых, это не только на сайте КФУ. Значит, у нас приемная кампания во все вузы Университета России идет в одно и то же время. Сроки все эти определены. Значит, сейчас я, если по памяти скажу, значит, до 18 часов 21 августа нужно подать согласие на зачисление всем студентам, которые идут по льготным спискам, это сироты, инвалиды, целевой набор и так далее, и так далее. Это известно. 23 августа 18.00 это крайний срок подачи заявления, а согласие, точнее, на зачисление на бюджет по первой волне зачисления. 25 августа, опять же, 18.00 это есть крайний срок подачи зачислений на бюджет по второй волне. И если 28 августа, это крайний срок подачи заявления на контрактное обучение. Согласие, точнее, не заявление, а согласие на зачисление. Вот такой, тоже из разряда неожиданных, но вопрос. А может ли быть такое, что я плачу учебу, а меня не возьмут? Вот я как раз и говорю, что если вы договор заключили по согласованию с приемной комиссией института, что вам подписан этот договор на обучение, и вы его проплатили, то да, вы будете зачислены. Именно поэтому сейчас институты работают очень плотно с абитуриентами, с теми, кто точно совершенно по контрактному набору будет принят. Значит, если вы просто проплатили, ну, скажем, там, у нас формы договора известны, можно там было скачать, провести как-то другое, без согласования с приемной комиссией института, то да, вероятность такая может быть, но она мизерная, правда, что вы сможете проплатить. Но, тем не менее, у нас люди могут много что сделать. Но не волнуйтесь, в любом случае, деньги будут всегда возвращены. Еще раз повторю, если приемная комиссия института рекомендовала вам заключить договор на контрактное обучение и рекомендовала его проплатить, значит, вы попадаете в список, в приказ о зачислении. Спасибо. Вот через мессенджер WhatsApp идут вопросы, связанные как раз с ковидом, с соответствующими справками, тестами, нужны, не нужны. Я еще раз обращаю внимание, запись будет выложена на эти вопросы. И на многие, которые сейчас поступают, уже ответили, или во всяком случае обозначили контуры того, как планируется организовать тот или иной процесс, который вас волнует. Но есть и здесь такой новый тип вопросов. Какая стипендия будет у учащихся первого курса, имеющих льготы? И вообще, будет ли меняться стипендия? Я даже не знаю, кому адресовать, но и ректорату, и службам, которые следят за благополучием студентов. Наверное, какой-то общий вопрос. Что со стипендиями? Сегодня было озвучено, что наш университет, во-первых, имеет возможность на 5% увеличить стипендию с 1 сентября студентам, обучающимся с 1 октября аспирантам. Значит, все стипендии, стипендиальное обеспечение, которое предоставляется нашим студентам, там есть много различных категорий, есть студенты, которые получают там повышенную академическую, социальную стипендию и так далее. Я помню, что самый низший уровень стипендий у нас получается 2100 рублей, затем идет 3150 рублей, насколько я помню. Ну, а там дальше повышенные стипендии уже идут. Это просто сейчас цифр под рукой нет, это все на сайте выложено, у нас система вся открыта, все выплаты. Я только хочу сказать, что как раз сегодня было озвучено, что университет имеет возможность на 5% увеличить стипендии всем студентам. Ниже тех норматив, которые установлены вообще в Российской Федерации, то есть у нас стипендий нет. Я хотел бы повторить то, что сегодня обсуждалось на утреннем совещании, сейчас это может в сетях появиться, что такое 5% увеличить, это даже смешно вроде бы как, но если учесть то, что у нас учатся в Казани 30 тысяч студентов, порядка 12-13 тысяч в нашем набережном Челнинском институте, порядка 7 тысяч в Елабоге, то есть получается порядка 50 тысяч студентов, если мы увеличиваем на 5%, то это многие-многие миллионы рублей ежемесячно выливается, и поэтому надо понимать, что это мера, к которой мы с удовольствием идем по мере нашей возможности. Спасибо. Я вот обращусь к началу нашего разговора. Дмитрий Альберч, все-таки видно, что есть из раза в раз повторяющиеся в разных вариациях через вопросы проблемы, через вопросы, как уж она в действительности присутствует, это другое дело. Одна связана с тем, что вот жалуются на маленькие все-таки аудитории для потоковых лекций, где даже не хватает мест, сидят на полу, на ступеньках, и вот вопрос, как это все соотнести с предотвращением распространения всяких инфекций и так далее. И второй блок, по всей видимости, я не думаю, что сейчас у нас площадка раскрывать эту дискуссию и развивать, но с некими такими организационными вопросами от преподавателей, как организовать вот этот гибридный процесс. Вот этот блок вопросов идет, один и второй, ну на заметку скорее, да, для того, чтобы мы... Давайте я по аудиториям еще раз повторю, чтобы было все понимание. Значит, сегодня у нас составлен, но у нас всегда есть институты еще раз проверили все аудитории, вместимость всех аудиторий и соответствующее наличие или отсутствие возможности для проведения занятий в гибридном режиме, то есть когда можно транслировать занятия в режиме онлайн. Я еще раз хочу сказать, не мы придумали эту ситуацию с ковидом, вот, и мы также находимся в процессе всего это решение. Я вот специально вот сакцентировал внимание, почему на проезде в транспорте, потому что вот от университета требуют, чтобы было то-то, то-то сделано, чтобы это было так, чтобы студенты сидели. Я не знаю, как в транспорте, в метро поедут студенты, находясь на расстоянии двух метров друг от друга. В автобусе. В автобусе. Коллеги, давайте все-таки разумно подходить. Да, действительно, мы стараемся сейчас перекроить наше расписание так, чтобы в аудиториях наполняемость была не стопроцентная, наполняемость аудитории была, ну, если не на уровне 50, то 60-65%, чтобы студенты могли. Значит, в аудиториях, еще раз хочу сказать, что будут установлены системы дезинфекции воздуха, проветривание организованное. То есть, сейчас эта работа вся в университете ведется, особенно касается лекционных больших аудиторий. Так что все меры, которые предписаны Рособоронадзором, действительно, мы их выполняем. Если первые дни занятий покажут нам, что где-то аудитория не справляется, мы сейчас тоже не можем даже прогнозировать, так же, как с заселением, сколько студентов смогут приехать на занятия, откроют ли границы. Поэтому сейчас мы работаем каждый день в оперативном режиме, решаем эти вопросы. Если, конечно, если есть, мы увидим, что в какой-то аудитории у нас сейчас по наполняемости будет очень, мы запланировали, предположим, аудиторию для проведения лекции, наполняемость мы уже видим сейчас по группам, по спискам групп, кто заселился в общежитии, кто приехал. Мы видим, что уже достаточно много, естественно, что будут принесены коррективы в расписании. И опять же, обращаясь к тому вопросу, когда будет в расписании окончательно, именно поэтому мы себе даем 10 буквально дней на то, чтобы все это утрясти, весь этот процесс. Поскольку мы находимся в такой же большой неопределенности, не знаем, сколько студентов к нам приедут, и как все это будет у нас проходить в плане именно численного состава студентов. Мы знаем, сколько мы можем зачислить по приказу, но сколько студентов сможет доехать, в какой срок сможет доехать, это пока что мы прогнозировать не можем. Вопросов очень много, они продолжают поступать, и все-таки мы будем завершать, потому что есть ограничения во времени, и, я думаю, достаточно уже информации для того, чтобы было на чем базировать свои планы и делать более точечные расчеты того, как входить в учебный процесс. Как заселяться, как организовать свою жизнь в Казани по приезду сюда для студентов наших и абитуриентов, которые станут студентами. Но все-таки хотел бы отметить, что большое количество вопросов фиксируется и зарубежат, и зарубежных студентов. Я думаю, это должно стать предметом нашего обсуждения с соответствующим проректором, который более детально и точечно ответит вам на эти проблемы, которые вы обозначаете. И все-таки еще несколько хотя бы, я думаю, мы успеем вопросов обозначить, по крайней мере, они очень такие целевые. Вот, Дмитрий Альберчук, к вам просто обращается, вот, Сергей Рас, у меня имеется диплом победителя Олимпиады, я магистрант КФУ за подписью Таюрского Дмитрия Альберча. Но юридический факультет отказывается принимать его. Вот что ему делать? Значит, во-первых, давайте исходить с того, что у нас есть правила проведения вот этой Олимпиады магистрант. Это известно. В правилах написано, что приемная комиссия университета решает зачесть данный диплом или не зачесть в качестве вступительного экзаменного магистратура. Это есть условия, скажем, сертификации. Кстати, я должен сказать, что это не только для магистрантов. Например, у нас есть победители Олимпиад школьников у бакалавров. Это так называемые Олимпиады, которые относятся к Российскому совету Олимпиады школьников. Так вот, их дипломы победителей зачитываются в качестве победителя при условии, что если они сдали ЕГЭ на определенное число баллов, определенное количество баллов. То есть это не такое новшество, какое-то введенное университетом. Нет, это достаточно распределенная, такая распространенная практика. И поэтому здесь решение на приемной комиссии. В правилах проведения Олимпиады, если вы внимательно прочитаете, это прописано все. Пожалуйста, сдавайте экзамены в магистратуру, подтверждайте свой уровень, и все у вас будет хорошо. Ну, вот здесь вот Анна Агаркова прямо в догонку пишет. Мою грамоту призера регионального этапа в СОЖ по литературе тоже не приняли. Грамот – это не есть победитель. Тут много сейчас вопросов. Давайте мы это все-таки... Такие есть просто, чтобы... Вот есть... Елабуга подключилась, и вот она настойчиво будет неправильно, и если мы их проигнорируем, настойчиво просит, если не дать ответ, то, по крайней мере, услышать. В Елабуге, в общежитии, когда будет решаться проблема с водой? После месяца апреля просто не доходит вода до пятого-четвертого этажа, и отключают горячую воду в мойках, и в кухнях нет горячей воды. Вот крик души из Елабуги. Да, мы слышали, поэтому, наверное, свяжемся с Елабужским институтом этот вопрос. Также, если получится взять на контроль и ответить автору. И вот к вам был вопрос, и он уже убежал намного наверх. Суть его такова, спрашивают, число студентов растет в КФУ из года в год, а есть ли какие-то планы увеличения числа общежитий или мест в общежитиях? Ну, количество мест в общежитии зависит от количества общежитий, потому что мы уже максимально используем все места, которые можно, и при этом же также нужно соблюдать те нормы, которые есть в Санпино. Вот, и очень бы, конечно, хотелось, чтобы появились новые общежития университета, но нужно понимать даже, что сегодняшняя ситуация, те общежития, которые у нас есть, и какое количество нагородних студентов размещено и проживает в общежитиях, это, конечно, для нашего ВУЗа, и по сравнению с другими, ну, мы находимся в очень хорошем положении. Спасибо. Ну, и в завершение давайте все-таки так. Мы здесь все больше с вами работали, и судя по тому, что так и идут вопросы, будем дальше работать с вопросами, опасениями, готовностью и неготовностью студентов, абитуриентов к тем или иным проблемам, вызовам, которые сейчас имеют место быть. Хотелось бы, вот, от вас сейчас услышать, а как вы оцениваете готовность и способность на эти вызовы ответить, ну, соответственно, профессорско-преподавательскому составу и тем службам, которые призваны снимать эти проблемы у студентов, у обучающихся? Дмитрий Альбеевич, коллектив-то готов? Да, конечно. Ну, давайте начнем с того, с той ситуации, в которой мы оказались после 19 марта, когда, значит, было принято решение о переходе на образовательный процесс в дистанционном режиме. Да, конечно, первые там недели, 10 дней, это был период, когда мы все настраивали, преподаватели настраивались. Сегодня этот процесс полностью у нас решен. Я еще раз повторю, в апреле-май в университете ежедневно проводилось более 3000 аудиторных занятий, более 3000 аудиторных занятий, из которых процентов 95-96 проходили на платформе Microsoft Teams. Остальные занятия по каким-то причинам проходили либо на собственной платформе нашего университета, либо с использованием других, там Zoom и Skype-систем. Но, в конце концов, мы полностью, практически все перевели в платформу Microsoft Teams. Сегодня мы абсолютно готовы к тому, что начать учебный процесс в этом гибридном режиме с использованием этой платформы. Что касается готовности профессорско-преподавательского состава, то здесь я особых проблем не вижу. Мы разработали все методические рекомендации, касающиеся преподавателей, которые возраст 65+, тоже для нас достаточно большой вызов, большая проблема. Сейчас все эти проблемы решены. Я только еще раз хотел бы в завершение, поскольку у нас время поджимает, сказать, что очень много вопросов возникает у студентов, как будет организована рассадка в аудиториях, все это такое. Я обращаюсь к студентам с двумя просьбами. Первая просьба. Пожалуйста, находитесь в здании университета в масках. Второе. Проявляйте сознательность. Если вы чувствуете недомогание, пожалуйста, оставайтесь дома, не приходите, обратитесь к врачу с тем, чтобы не подвергать риску ни себя, ни окружающих. Спасибо. Ну и прям прибежал еще. Ну что, раз прибежал вопрос. А по собственному желанию можно онлайн учиться? Ну дистанционно, видимо. Ну учтите, да, онлайн, пожалуйста, вы можете учиться по собственному желанию, если вы... Я же об этом говорил, что если студент чувствует, что он, ну, какие-то опасения есть, для этого мы организуем занятия в такой форме. Но надо учесть, что есть ряд занятий, которые мы не можем организовать в режиме онлайн. Это занятия в лабораториях, практикумах, где занятия должны проходить именно в тех помещениях, которые оборудованы, с использованием тех экспериментальных установок, которые там есть. Здесь мы дистанционный режим обеспечить не можем. И это, кстати, было для нас тоже вызовом, когда мы в апреле-мая эти занятия отменили. И сейчас мы их будем проводить для студентов, которые не прошли лабораторные занятия в апреле-мая. Дополнительным занятием будем проводить вот эти занятия, которые были... Мы должны их компенсировать, которые были пропущены. Спасибо. Можно дополнить, да, по готовности к заселению. И по готовности, конечно, да. Да, как раз вот этот вопрос. Уже с июля месяца, то есть еженедельно проходит собрание структурных подразделений университета по вопросам подготовки, по вопросам проведения процедуры заселения. Поэтому на сегодняшний день, вот еще сегодня, прям как раз после нашего эфира, состоится очередное совещание. Уже такой итог, где как раз каждое подразделение уже еще раз скажет те проблемы, которые могут возникнуть. Но самая наша основная проблема – это большое количество иногородних студентов, которые мы принимаем. Поэтому вот тоже так же обращусь, что я прошу приезжать всех согласно графику, прошу приезжать всех в масках, прошу минимизировать количество сопровождающих лиц. И очень бы хотелось, чтобы наши студенты также проявляли соучастие во многих вопросах, не только касающихся заселения, но и образовательного процесса. И немного терпения. Потому что я думаю, что все мы – это действительно одна большая команда, которая стремится к хорошему образованию, хорошим условиям. И все вместе мы сможем этого достигнуть. Ну и точно так же вопрос, прямо прибежавший в последнюю секунду, чтобы не думали, что опоздали. Все-таки успели же. Плата за проживание в общежитиях в этом году изменится? Уже все приказы были вывешены, она изменилась ненамного. Мы всегда здесь в тесном взаимодействии с администрацией университета. То есть практически она, если повесилась ненамного, вся информация уже была размещена. Поэтому в ближайшее время никаких изменений по оплате не будет. Спасибо вам. И не забывайте про Елабу. Про нее начали очень активно писать. Что-то там, видимо, томит студентов и, возможно, абитуриентов. Спасибо вам огромное. Я понимаю, что этим потоком вопросы не закончатся. Поэтому не исключаю, что в ближайшее время мы снова встретимся в этом составе с приглашением ваших коллег. Но, во всяком случае, сегодня значительную часть тех, которые на поверхности вопросы томят, волнуют, вы помогли очень профессионально, компетентно на них ответить. И спасибо вам за это.